Рад приветствовать на канале Коинпост. Вам не послышалось, я все равно очень рад видеть каждого из вас, даже несмотря на то, что цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов. Это будет основной темой сегодняшнего видео. Наша задача разобраться будет ли дальше паническая распродажа, как уже случалось в мае, как низко упадет биткоин или наоборот, цена уже очень скоро вернется к нормальным уровням. Для криптовалют снова настало непростое время. Давайте поддержим друг друга. Сменя новый контент, а с вас лайки, чтобы объяснить Ютубу необходимость распространить это видео. Мы начинаем. Медведи добились своего и продавили цену ниже психологического уровня в 30 тысяч долларов. Обратите внимание, как на четырехчасовом графике выросли объемы торгов во время падения. А вот чего не видно, так это ответных объемов от покупателей, которые могли бы вернуть цену обратно и восстановить статус кво. Но если мы посмотрим на дневные объемы, то они не впечатляют, и это уже аргумент в пользу быков. Который говорит об ограниченном потенциале у медведей. Кстати, они уже продолжают закрывать короткие позиции. Не веришь, что ли, собственные силы? Но для нас это даже хорошо. Мое утро сегодня началось с традиционного написания обзора по рынку криптовалют Телеграм, и там я отметил интересный момент касательно индекса страха и жадности. Он находится всего лишь на 19 баллах при такой низкой цене. Для сравнения, 22 июня, при предыдущем падении ниже 30 тысяч долларов, он провалился до 11 баллов, и это одно из минимальных значений за текущий год. На основании чего можно сделать вывод о готовности большинства участников рынка к такому развитию событий. А если мы ждали просадку, следовательно, не будем паниковать и продавать все в убыток. То есть падение в теории вполне может закончиться на текущих уровнях или ближе к ним. На момент работы над видео это 29 тысяч 700 долларов, хотя, как показал опрос Телеграм, по такой цене не очень много желающих купить себе еще немного биткоинов, несмотря на привлекательную цену. Большинство наших подписчиков в мессенджере ждет еще большего падения и намерены закупаться по 20 тысяч долларов. У каждого своя стратегия и ничего не имею против, но хочу напомнить всем одну фишку, которую часто вы, мои уважаемые зрители, пишите в комментариях, что рынок никогда не делает того, чего от него хочет большинство. Если вы тоже хотите получать каждый день обзоры по рынку криптовалют, участвовать в опросах для понимания ситуации, первыми узнавать главные новости и читать аналитику лично от меня и команды Коинпост, сразу под видео ссылка на наш канал в Телеграм. Подписывайтесь, кто еще не сделал этого, потому что на Ютуб я физически не могу разместить весь контент, который хотелось бы. И скорость реакции в Телеграм в разы выше, вы поняли. Ссылка сразу под роликом. Считаю важным прямо сейчас сказать несколько слов по альткоинам, а затем вернемся к первой криптовалюте. Открываем индикатор сезона альткоинов и видим, что он официально переместился в зону биткоина. Что это значит? Данный индекс считается исходя из того, кто больше вырос за последние 90 дней. Монеты из топ-50 по капитализации или биткоин. И сейчас мы видим, что биткоин возвращается в лидеры рынка, и дальше всем, у кого полный криптопортфель альткоинов, придется набраться терпения. Эта раскачка идет уже больше месяца, когда биткоин растет быстрее других криптовалют. Но зато они падают на больший процент, когда биткоин снова оказывается в красной зоне. Сегодня картина аналогичная, минус 7% по биткоину и сразу от минус 8 до минус 15% по альткоинам. Достается всем монетам без исключения. Так, кардана почти по доллару, XRP движется на 50 центов. У Polkadot курс скоро упрется в 10 долларов. У лайткоин почти 100 долларов, и этот список можно продолжать и продолжать. Стоит ли сбрасывать сейчас альткоины? Смотрите, я не даю финансовых советов. Любое решение касательно купить или продать, вы должны принимать самостоятельно. Очевидно, что при падении биткоина еще ниже, ваши потери по альткоинам вырастут. Но есть шанс, что в дальнейшем рынок развернется и монеты вернутся к прибыли. Тут все зависит от биткоина и, конечно же, от тех альткоинов, которые вы выбрали. Просто если вы сидите непонятно в чем, как, например, очередная хайповая фишка Anon Inu, когда в один токен умудрили запихнуть хайп на хакерах Anonymous и мем-криптовалютах по примеру DogiCoin, то финал может быть вот таким – не успели появиться на рынке, как слились в ноль. С другой стороны, если у вас качественные альткоины с командой, будущими обновлениями, собственной нишей на рынке, поддержкой сообщества и другими плюшками, то есть хороший шанс на возвращение их цены к росту после разворота биткоина и получения очень неплохой прибыли. В 2017 году, который был самым удачным из последних, с июня по декабрь тоже был сезон биткоина, когда альткоины прилично покатали на американских горках. Но зимой практически все они выстрелили и обновили максимумы. А как вы знаете, история цен на криптовалюты циклична и часто повторяется. Не переключайтесь. Далее расскажу про несколько важных индикаторов рынка и сети биткоина, которые помогут ответить на вопрос, ждет ли нас еще большее падение, или оно закончится на текущем уровне цен. А пока хочу сказать, что не собираюсь терять веру в биткоин. Канал продолжает идти на 200 тысяч подписчиков, и с каждым новым постоянным зрителем будут расти шансы первой криптовалюты порадовать нас такой же ценой. Может даже в 2021 году. Поэтому подписывайтесь, вместе у нас все получится. Главный вопрос. Получим ли мы падение на 30% за день, как это было 19 мая? Вот несколько исследований рынка, которые помогут на него ответить. Начнем с торговли альткоинами и спросом на кредиты в долларах на бирже Bitfinex. Всегда, когда акцент торговли фьючерсами смещается в пользу альткоинов, это сигнализирует о перегреве рынка криптовалют. Тут все понятно и давно известно, а вот вторая часть интереснее. Перед сильной коррекцией возрастает кредитная ставка по долларам. То есть быки сидят в лонке, да еще и с плечом. За что рынок их наказывает ликвидациями, и это приводит к аскадному падению курса. На этом графике видно, как работает данная зависимость. И сейчас пика по кредитной ставке нет, а значит и топливо для распродажи тоже. Быки уже научились на горьком опыте и стараются действовать с минимальным риском. Другое исследование показывает, что большинство биткоинов, которые продаются сейчас на рынке, закрывают сделку в убыток. То есть покупки совершались в последние полгода по цене выше 30 тысяч долларов, и рынок все еще не избавился от данных покупателей. Чем ниже курс, тем труднее им оставаться спокойными и не продавать в расчете на последующий рост. На данный момент 33% биткоинов в активном обращении все еще в отрицательной зоне. А следующая важная поддержка для текущих держателей монет – это цена в 26,5 тысяч долларов. Смогут ли все те, кто сидят в убытках, держать цену и дальше? Покажет лишь время. Если эта история вдруг про вас, очень надеюсь, что нет, то напишите в комментариях о своих настроениях. А вот если посмотреть на данные балансов кошельков криптовалютных бирж, то они указывают на ежемесячный отток в 36 тысяч биткоинов. Это хороший знак, который указывает на желание текущих владельцев не продавать криптовалюту. Также мы видим, что майнеры, несмотря на все трудности с побегом из Китая, накапливают биткоины на своих кошельках и не продают их. Кстати, прикольное видео касательно майнеров из нашего телеграм-канала, того самого, на который можно подписаться по ссылке сразу под видео. По одним данным, это Китай, где асик-майнеры дешевле раздавить катком и сдать в металлолом. По другим, это конфискация крупной партии оборудования в Малайзии, куда майнеры думали переехать. В сети данный ролик сравнили с тем, как раньше сжигали книги. Но даже в таких условиях майнеры не продают биткоин. И еще один график, который показывает, что после распродажи в мае, во время текущего боковика, долгосрочные держатели накапливают криптовалюту. Подведем итог. Несмотря на падение ниже психологически важного уровня, на рынке отсутствует паника. Поэтому каждый новый шаг вниз будет даваться медведям с еще большим трудом. Но и покупатели пока не спешат. Их действия крайне сдержанные. Все ждут какого-то важного события. Возможно, 21 июля, когда Кэти Вуд, Джек Дорси и Илон Маск выйдут на общую сцену, чтобы поговорить о биткоине. Осталось всего пару дней. Должны продержаться. Друзья, я попрошу вас отправить это видео тем, кто также переживает за цену биткоина. Или еще только думает, стоит ли ему становиться частью крипто-сообщества. И напоминаю, что чем нас больше, тем выше шансы биткоина на новый максимум цены. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и будь в плюсе.